Я считаю, что «Дагайских детей» организован так же отлично на все 100%, как это было ежегодно. В этом году у нас отдохнуло гораздо больше детей, чем обычно, больше тысяч человек за три смены. Планируется еще четвертая смена – это сборы. Ну а за эту смену были дети не только Гайского городского округа, но и из других городов, из Москвы. Но это уже спортивные отряды у нас были. Вообще вся жизнь лагеря в этом году была направлена, вернее, нацелена на год кино. Посвящена все три смены. У нас такая кинокарусель, которая завертела детей, закрутила и ведет до окончания уже всего лагерного сезона. Поэтому мы снимали свой большой фильм. Называется он «Летняя сказка Солнечной горки», где каждый день это свой кинокадр со своим сюжетом, со своими артистами, со своими главными героями, со своими режиссерами. Ну и я надеюсь, что все-таки у детей останется большая память об этом. Подведением итогов каждой смены – это у нас вручение премии «Ника», это новшество у нас, как бы у нас была премия «Дружба», а в этом году «Моника» вручаются специальные статуэтки за определенную работу, за определенное достижение детей. Конечно, очень хорошо поставлена организована спортивная работа. Это малые олимпийские игры, которые проводятся в нашем лагере, где проводятся различные соревнования по плаванию и по теннису, и много различных – и дартс, и скиппинг. И уже когда у нас проходит закрытие, тогда подводятся и спортивные итоги. Поэтому фильм наш разделен на определенные части, будем так говорить, кинокадры, которые представляют жизнь нашего лагеря. Ну а все-таки я считаю, что большим достижением этого лагерного сезона был фестиваль «Лето без границ», в котором мы приняли участие в лагере «Дружба». Он проходил лагеря Восточного Оренбуржья, 7 лагерей. Мы приняли участие, и по итогам всего фестиваля мы стали вторыми. Я считаю, что это большое достижение. Это большая заслуга и всего педагогического коллектива, и детей, ну и прежде всего тех, кто организовывает этот отдых. Это сок здоровья Юрию Александровичу Завьялову в отделе на благодарность. Ну и, конечно, хотелось бы отметить Гайский горно-обогатительный комбинат. Огромное спасибо сказать за этот отдых, за предоставленную возможность детям отдохнуть и пополнить свои силы перед новым учебным годом.